Здравствуй, дорогой зритель! Покажу тебе сегодня новую игру Xeon. Я уже поиграл в неё минут 40, чтобы понять, правда это или нет. А что именно? Говорят, что это Фростпанк в космосе. Меня это прям очень сильно воодушевило, потому что Фростпанк это круто, а стратегии в космосе это ещё круче, поэтому Фростпанк в космосе это прям вообще заявка на победу. И забегая вперёд, скажу, что да, похоже, похоже на Фростпанк. Так что сейчас покажу тебе, пиши тоже свои комментарии, похоже на Фростпанк или нет. Если нравится игра, поддержи видос лайком, ну и канал заодно тоже поддержишь. Сюжет в том, что нам нужно найти новый дом для человечества. Для этого некая глобальная корпорация создала космическую станцию Тикун, вот эту вот, на которой мы сейчас находимся, и поставила перед нами задачу построить движок уже здесь на орбите в космосе, смотаться в какую-то часть Солнечной системы, собрать некоторые данные и вернуться передать эти данные на Землю. После этого, я полагаю, начнётся основная миссия, именно по поиску нового дома, но здесь в демке этого ещё нет. И эта демка не такая, когда уже весь контент готов и дают чуть-чуть поиграть. Это демка, которая ещё даже в ранний доступ не вышла. Её можно ещё успеть скачать до 28-го числа и попробовать самому, если она тебе понравится. Но мне прислали ключ до того, как она в Стиме появилась, и этот ключ был со списком багов известных разработчикам, которые они всё ещё устраняют. То есть это прямо такая альфа-версия, когда собирают обратную связь, сейчас все поиграют, попишут свои отзывы о багах, и потом это всё будет допиливаться, дорабатываться. Но посмотреть можно уже прямо сейчас. Итак, значит, что похоже на Фростпанк? Ну вот эти ящики, которые валяются, их надо собирать. То есть мы вот тут вот сейчас на шаттле вылезли, внутрь этой станции. Ну, кстати, давай посмотрим, как эта станция выглядит. Вот так вот выглядит станция. Вон там земля. Красотища. Можно вот так отзумить ещё. И вот это всё дело вот так вот выглядит. Станция состоит из шести секторов. Пойдём внутрь. Вот это вот один сектор. Вот тут слева и снизу как раз эти сектора и видно. Соответственно, когда мы тут всё застроим, можно будет поползти дальше, туда, туда, ну, в общем, всё это кольцо застроить. Возможно, возможно, я пока точно не знаю, возможно, колец таких можно будет сделать тоже несколько. То есть одно, потом ещё одно, ещё одно, а может и нельзя. Но пока простор есть у нас. Кроме вот этих вот резов, которые валяются уже здесь. Где нам брать остальные? Есть вот такая вот история. Солнечная система. И мы сможем строить свой маленький флот, состоящий из разных научных кораблей, которые будут летать, собирать очки науки для разных исследований. Мы сможем строить ещё разные дрончики, вот такие, которые сможем пускать тоже, смотреть, что к чему. И, по-моему, ещё есть третий тип кораблей. Сейчас выясним это. Вот здесь вот. Да, ещё третий тип кораблей есть. Так, научный, грузовой и горно-промышленный. Значит, один добывает, второй возит туда-сюда, и третий собирает науку. Но всё это довольно дорого, поэтому пока я в своём первом взгляде ничего из этого не попробовал. Может быть, сейчас попробуем с тобой. Дальше. Что ещё у нас есть? Конечно, у нас тут есть рабочие. Сейчас у нас их 85 человек, и они оптимально распределены, потому что рабочих мест, по сути, ещё никаких не создано. Они вот просто сейчас болтаются. Сблизи сейчас покажу. Вот они. Ходят по дорогам туда-сюда, не знают, чем заняться. Но сейчас мы их пристроим к труду какому-нибудь. Ну, например, пускай вот эти вот кучи поразбирают. Дадим им складик пока. Так, развернуть только в ту сторону. Всё. Складик есть. Указываем сплавы. И теперь они сейчас начнут таскать... А, нет, ещё надо нажать. Вот так вот надо нажать. Всё. Сейчас они будут таскать сплавы. Копить эти ресы. Для каждого реса почему-то нужны разные склады. Не знаю. Но здесь вот сбоку валяется кучка с едой. Её на склад со сплавами унести нельзя. То есть здесь убирается конкретно один вид ресурса. На мой взгляд... Ну, не знаю, странно, зачем так сделали, но, может быть, есть в этом логика. Напиши, что ты по этому поводу думаешь. Вот гоняют грузовички и перегружают, перегружают, перегружают. Пока анимации не везде работают нормально. Сейчас дойдём до стройки. Покажу, что имею в виду. Там чувак придёт на большом роботе и начнёт там изгаляться. Кроме человечков, которые теперь уже немножко заняты. Конечно же, есть у нас электроэнергия. Сейчас у нас 17,60. Есть у нас, конечно же, прочность корпуса, потому что мы в космосе. Корпус будет расходоваться при движении, при стоянке. Там шлюзы будут всё это дело проедать каким-то образом. Но уже позже, потому что сейчас нас ничего не трогает, мы только начали игру. Есть, конечно, доверие к администратору. Так же, как во Фростпанке это всё дело было. Соответственно, чем ниже доверие, тем больше шансов, что начнётся бунт. Ну и, конечно же, нас после этого свергнут. Кроме того, различные есть ресурсы. Сплавы, полимеры, ну и прочее, прочее, прочее. Всё это дело надо дать. Из интересных ресурсов есть криокапсулы, которые можно будет находить в экспедициях и тем самым увеличивать население своей станции. Хотя я думал, что население станции можно как бы с земли подтягивать, но написано, что позже можно будет пробудить их из этих капсул. Ну и очки науки, конечно, присутствуют, чтобы заниматься исследованиями. А дальше надо выживать и строить. Не допустить того, чтобы порушился корпус, не допустить того, чтобы упало доверие, не допустить того, чтобы там кончилась еда, люди стали недовольны. И, в общем, тут мы уже приходим в обычное выживание обычной колонии. Ну и, конечно, сбоку нам всегда будут подсказывать, как во Фростпанке, как и в прочих строительных колониальных стратегиях, что нам нужно сделать. Вот нам говорят, постройте цех. Хорошо, сейчас построим цех. После строительства цеха, прямо сюда воткнул, можно уже будет начинать строить все, что угодно. Есть жилище, есть столовка, есть госпиталь и некие заводы. Хотя называются заводы, а тут на самом деле научная лаборатория. Но, тем не менее, нужно все. Так, ну еще один склад. Ладно, воткнем тогда, чтобы еду сразу подсобрать. Сюда будем собирать еду. Пока нельзя. Входящее сообщение. Я установила связь с Эммой Клейм, ведущим специалистом по обработке данных. Доллас. Ну? Администратор, господин Доллас, непоколебим в вопросах безопасности. Учитывая важность Текуна, мы должны иметь полный контроль над тем, что происходит на станции. Меня зовут Эмма Клейм, я ведущий специалист по обработке данных и член совета Март Дука. Мой отдел только что закончил работу над финальной синхронизацией данных между ЭДЭМом и нашей системой обработки данных DLC. DLS. Так, система прослушивания сканирует, записывает и анализирует любой обмен данными. Программное обеспечение, входящее в состав, будет фильтровать все собранные данные и предлагать вашему вниманию только самую актуальную информацию. она также предоставит вам краткий обзор любых ситуаций, которые могут возникнуть и сформулировать возможные результаты. Ну, это мы подходим к моральным выборам. Если раньше они были просто как решение, которое надо принять, то тут нам будут подсказывать некая программа, что со всем этим делать. общественное питание. Вот у нас появилась новая задача завершить события общественного питания в сужении малый склад. Значит, идем в малый склад. В настоящее время экипаж станции Тикун не может получать продовольствие со склада. По результатам анализа, количество голодающих растет, надвигается кризис и ожидается повышение вероятности аварий. И согласно теориям социальных систем нужны столовые. В общем-то, просто постройте столовую. Это даже не выбор, о котором я говорил. Я думал, выбор прям какой-то такой будет. Нет, просто столовку надо воткнуть им и все. Ну, давай воткнем ее куда-нибудь ближе к центру. Там вообще у нас проблемы с жильем еще как бы были. Так, влезет этот дом сюда. Дорогу протянем. Еще туда навтыкаем домов. Дома по 15 человек. У нас 85. Значит, нам их нужно штук 6, наверное, да? 5. 6. Ну, теперь достаточно домов точно. Так, ты почему не отдаешь ресурсы? Расскажи мне. Потому что вот тут еще не хватает дороги одной клетки. Все, да? Да, вот. Вот пошел этот чувак на роботе, который скачет и ремонтирует. Когда он подходит к зданиям, он начинает какие-то танцы с бубном творить. И это, конечно, выглядит призабавно. Но, вероятнее всего, это тоже все еще доделают. Потому что эти человеки, как лемминги, мечутся пока что бесцельно. Хотя, что вы бегаете туда-сюда? Встаньте и стойте, пока работы нету. Но, в целом, все равно все это выглядит симпатично. Игра, к слову, сделана на юните. И нарисовано приятно уже сейчас, даже на этой стадии. Хотя, кое-что еще, конечно, можно доделать. Графика у меня сейчас включена на ультру. Но чувачки пока еще не очень четкие. Мне кажется, во Фростпанке они были подетальнее нарисованы. Но, опять же, это еще даже не ранний доступ. Так что, наверняка, это изменит все. Вот это можно пособирать. И вот это тоже дело можно пособирать. Так, вот, кстати, они подъезжают к складу. Сейчас начнут его строить. А, нет, уже построили. Ладно. Хотя, нет, еще не построили. Где же этот... Нету его. Ну, ладно. Нету и нету. Так, дома построили. Столовую построили. Пойдем посмотрим, как выглядит столовка. Ну, вот как-то вот так вот она выглядит. Можно, кстати, все это покрутить. Полное 3D. Рассматривать с любой стороны, с какой-то это нравится. Я таким делом не люблю заниматься. Потому что тяжело потом ориентироваться, куда что ставил, где что строил. Я обычно играю под данным углом. Но зато здесь можно вот так вот крутить вдоль станции просто кнопками влево-вправо. Второй склад. Второй склад. А, он, кстати. Вот он строится, второй склад. И вот, кстати, пришел чувак на роботе. Шаманец стоит что-то. Нет, в прошлый раз у меня шаманил как-то совсем по-глупому. Сейчас он размеренно все делал. Так что... Я не знаю. От случая к случаю. Все, собираем еду. Накормите 200 гражданских в столовой. Пятерых уже накормили. Остальные на очереди. Что у нас еще из построек есть? Это построили. Это построили. Стыковочный отсек. Можно построить. У нас есть стыковочный отсек уже один. Нам такой еще не нужен больше. Цех, малый склад. Пища. Госпиталь. Лава. Вот лава. Ух ты, ничего. И сколько ты места занимаешь? Ну, ладно. Входящее сообщение. Пойдем, ладно, посмотрим, что хотят. Входящее сообщение от члена совета. Бонжур, администратор. Какой чудесный день, чтобы встретить судьбу, не так ли? Я Анри, писатель, философ, лоббист и прежде всего член совета Марк Буга. Этот совет как раз нас сюда отправил, поэтому все вот эти мужики имеют для нас решающее значение. Взял на себя смелость лично организовать обмен с Ушанаби. Так, ладно. Это небольшая организация. Наши партнеры, разделяющие наши нравственные и духовные взгляды, обеспечат нас пищей на период первоначальных испытаний Тикунан станет нашим первым эксклюзивным торговым партнером. Мы должны разделить неуспехи. Хорошо. Назначьте грузовой корабль. Понятно. Тиакс. Вот. Вот теперь наконец-то есть выбор. А то я уже заволновался, что вместо выборов будут такие построить это, построить его. Нет. Некоторым членам экипажа негде жить. На протяжении человеческой истории чрезмерный рост бездомности всегда был показателем упадка цивилизации. В общем, я построил домов достаточно. Хорошо, я согласен. Потому что потому что эти дома уже есть. Они на 15 человек и 6 домов точно всех вместят. Даже останутся еще места. Так что можно свободно принимать. Вот такие вот у них жилые домики. Вот они там стоят. До этого как угорелые мотались по дорожкам, теперь просто стоят бездельничную на балкончиках у себя. Так, и у нас там задание построить грузовой корабль в стыковочном отсеке. Ну, погнали. Пошла стройка. Стройка не пошла, потому что у нас нет зеленых материалов. Вот у нас зеленые материалы. Для них нужно полимеры. Для них нужно тоже построить свой склад. Вот этим воткнуть. туда не влезет. Моткнем сюда и подтащим еще дорогу. Сейчас соберем полимеры, построим грузовой корабль, выполним еще один квест по своему космосу. Тут закроем ерунду. Кстати, можно пособирать и вот это еще дело тоже. Пошла стройка. Нет, еще не закончено. А вот он бежит, строитель. Ну-ка, как он сейчас будет? Ну, нет, нормально. Сейчас он двигается более-менее. Не знаю, в первый раз у меня он что-то прям вообще колбасил, но не по-детски. Сейчас больше не колбасил. Но, тем не менее, проезжающие сквозь друг друга машины меня всегда вымораживают. Поэтому, надеюсь, это дело поправят. Тем не менее, склад у нас сейчас будет уже готов. купим полимеры, строим грузовые корабли и может выйдем даже уже в солнечную систему. Так, полимеры. Вот оно. И вот оно. Ну и можно вот это тоже все собрать, куда худлапки дотянутся. и построим научную лабораторию. Пока, конечно, на нее задания не дали никакого, но по-любому же она понадобится. Сюда ее воткнем, она сюда как раз вылазит. Кстати, можно еще дорогу тоже протянуть вот эту, чтобы дособирать рисики. 75 сплавов. Наверное, зря я ее сейчас бахнул раньше времени. А может и нет. Сейчас посмотрим. Так, 10 полимеров. Так, уже есть. 6, 7, 8, 9. Строим. Ой, даже строится один. Чуть второй не построил, лишний. Хотя, научный тоже требуется. Строим научный тогда. Организуйте пищу, перевозку пищи на грузовом корабле. Там, управление флотом у нас вот здесь. И наш корабль пища. Да, вот стрелочка есть, значит, это уже собирается. Завершите событие луна. Событие луна, но вот это уже точно туда. Идем. Заброшенная база. Сводка разведданных с заброшенной базы. Эта база никем не используется, вспомогательные системы работают нормально, так что с их помощью можно установить питание. Имеется средняя вероятность найти ресурсы. Ожидание научного корабля. Так, возвращаемся обратно на базу к себе и смотрим на каком этапе наш корабль. Наш корабль готов уже. Вот он. Так, ну вот уже тут уже надо прокладывать. Все, полетел по чуть-чуть. Прибыл в пункт назначения луна. Так, сойдем. Сводка разведданных с заброшенной базы. Эта база никем не используется. Это мы уже читали. Команда корабля сообщает. Чайка называется корабль. По предоставленным координатам мы добрались до базы ООН. Она заброшена и разгерметизирована. Однако система видеонаблюдения все еще работает. Разобрать базу. Получим 5 очков науки. Так, взломав систему наблюдения найдите способ извлечь все данные. Возможная награда. а тут возможная награда. А где я видел 5 только что? Сплава и наука. Здесь только наука. Попробуем науку получить только. наверное ее больше дадут. Процесс пошел. Ладно, дождемся его внутри. И как раз наша научная лаба готова. И мы узнаем, что она производит одну колбочку за 5 циклов. У нас сейчас 34 цикл идет. И мы кстати можем ускорить время, чтобы все дело шевелилось поактивнее. Закончено. выполняется взлом. По общему приказу мы взломали главные компьютерные системы. Обнаружили кое-какие важные исследования и наборы данных. Нашли 40 ракет. Хватаем. И теперь еще можно и разобрать. Но вообще двойная удача. Так что конечно еще и разберем. Хапнем бонусов по полной. Так все здесь наука производится здесь науку сейчас нам еще так нам обещали 40 почему 12 всего где еще он должен вернуться и подвести еще 40 ну ладно так значит события луна по-прежнему висит значит пока дальше делать ничего нельзя базу разобрали в общем полезные ресурсы тоже собрали 30 этого 40 этого все завершить и новое входящее сообщение от главы здравоохранения но уже понятно что глава здравоохранения сейчас скажет что надо построить госпиталь и как он там называется построите двигатель исследуйте шлюз так сейчас мы сначала построим госпиталь прямо туда вот жилой сектор не хочет стыкаться не влазит жалко ладно вот сюда тогда воткнем его все и пошли в дерево исследований теперь когда мы заработали научных очков можно осмотреться вот столько разных технологий нам предлагается не знаю все ли это или будет больше потом на релизе но пока пока вот так причем из этих технологий у нас уже часть то есть вот эти вот все которые отмечены галочками уже открыты шлюз вот что нам нужно исследовать для двигателя там шлюз от нас требуется да шлюз берем шлюз тридцатник поехали 15 циклов все это дело работает закрываем его и ждем пока ждем можно проложить еще пару дорожек как бы это не звучало и забрать ресурсы вот эти вот дороги потом снесу лишним и вот эти тоже странно что они не могут дойти вот без дороги куда-то вот туда тут вроде плоский пол ничего такого во фростпанке они могли там сквозь снег прокапываться себе им не надо было строить дороги для того чтобы они могли ходить везде где надо но здесь вот почему-то только по дорогам и никак иначе 51 из 60 заканчивается энергия потихонечку так что нужно сделать что-то еще желательно что-то что производит энергию но я пока таких построек не вижу вот появился шлюз ой столовая и столовая шлюз появился который нужно было сделать берем его ух ты ж бин какой-то здоровый у дела у дела я не думал что столько места надо так ладно вот этот угол тогда расчищаем нет вон тот проще будет расчистить так делаем отсюда делаем отсюда часто это разберем все полимеры сплава сплава для сплава тогда еще один сейчас склад воткнем ой сюда куда-нибудь сюда хотя бы заберем вот эти сплавы снесем вот эти дороги в окне туда этот шлюз не собирают потому что некуда складывать нам чтобы хватило энергии после того как мы этот шлюз активируем потому что раз он такой здоровый значит энергии надо дофига а у нас всего 6 единиц осталось непотраченных можно кстати пойти отправить свой научный корабль куда-нибудь еще ладно полетели на марс так служит с нашими ресами второй склад забили уже вот зараза придется строить 3 нет не берите это эту оставьте как отменить уже никак не отменить я буду сейчас до конца таскать вот эту кучку а те так две и останутся вот и энергия пришла у нас в лимит сейчас посмотрим что с этим можно сделать кстати какой-то происходит квест работы и обязанности поступают отчеты касательно оптимизационных протоколов на станции тикун судя по данным члены экипажа переутомляются несмотря на то что трудовые договоры корпорации предусматривают высокую гибкость моральное состояние экипажа ухудшается рациональным движением было бы набрать дополнительный экипаж или уменьшить количество активных рабочих мест запросить персонал давайте запросим персонал сейчас будет больше народа так ломаем дороги и строим шлюз уже на 3 скорости гранчит подлагивать поэтому сброшу в уголок его запихнем такой здоровый туда-сюда все сотни сплавов ну сплав у нас припасено 13 человек умерло от голода и ничего себе как так произошло то еды ноль ничего себе а как так вышло странно что с 1 столовая и нету не ничего больше почему мы не можем производить еду тут у себя да кстати все голодают пойдем поищем где-нибудь еды земля добыть ресурсов собрать ресурсов нет нифига постройте двигатель с помощью панели строительства так ну можно попытаться сейчас успеть отстроить движок до того как все вымрут перегрузка в секторе из-за того что не хватает энергии вам необходимо построить внешнюю солнечную панель вон что вот как энергию можно бывать оказывается пойдем наружу построим ух ты да снаружи там куча всего еще оказывается нам движок на на самом деле по квесту надо сделать двиг электроэнергии до движок стал отжирать не движок шлюз двенашку поэтому не хватает так 70 есть у нас 70 до есть на 70 фигачем построим сейчас солнечную панель еще построим движок но боюсь нам не хватит людей с 11 бездомных откуда здесь бездомно а потому что все отрубилось ладно сейчас сейчас восстановим солнечную энергию да просто кончились люди вот такая вот печальная история станции тикун лишилась всего экипажа корпорация долл из отстраняет вас от должности администратора приказ об этом вступает в силу неведомо ну и ладно серия как раз подходит к концу по времени так что игра закончилась более чем вовремя оставалось воткнуть движок воткнуть панель и в принципе все непонятно нет откуда надо было брать еду потому что тот чувак говорил что построить грузовой корабль и будем ее возить что-то постройка с едой вопрос не решила но примерно вот так вот выглядит игра мне лично понравилось поэтому я точно буду в нее проходить на релизе а вот напиши понравилась ли она тебе будешь ли ты в нее играть и будешь ли ждать его прохождения пиши комментарии ставь лайки подпишись на канал если еще этого не сделал спасибо за просмотр и пока пока пока